В Пероуральске пожарные вытащили из горящего дома 5 человек. Деревянное строение вспыхнуло ночью в микрорайоне Динос. Еще один дом сгорел неподалеку в деревне Колота. Один человек погиб. Есть пострадавшие. Подробности в сюжете. На улице Трактовая полыхает деревянный жилой дом на 4 семьи. В час ночи жителей разбудил сильный треск шифера. На место прибыли 6 пожарных экипажей. Из горящего дома вызвалили 5 человек, в том числе пятилетнюю девочку. Скорая увезла в больницу трех пострадавших. Акзам и сам 8 лет был пожарным. Рассказывает, не спаниковал, потому и сумел выжить. В больнице мужчина проведет минимум 2 недели. У него ожоги 15% тела. Обыжены спина, голова, руки. Состояние в настоящий момент его не тяжелое. Ближе к средней тяжести. Прогноз благоприятный. В больнице остается и женщина, пострадавшая от пожара. Она отравилась дымом, но сейчас ее жизни ничего не угрожает. Пятилетнюю девочку, которую также спасли из огня, врачи госпитализировать не стали. На месте пожара сейчас остаются те, кто не пострадал. Выносят уцелевшие вещи. Сами ничего не поняли. С ребенком встали, собрались, выбежали нас. Мужчины тут как бы достучались, вынесли ребенка. Дом сама оделась, выбежала. Ладно, хоть документы успели взять. Пожару сразу присвоили повышенный номер сложности. Была угроза распространения огня на соседние строения. Дорогу для автомобилистов перекрыли. С пламенем боролись всю ночь. Здание выгорело, но соседние дома отстоять удалось. Предположительно, пламя стало распространяться вот отсюда, с внешней стороны здания. Эта часть строения обстрадала больше всего. Жильцы квартир не исключают, что это был поджог. На месте работают пожарные дознаватели. Через 10 дней они должны назвать точную причину возгорания. Погорельцы же сейчас в поисках жилья. Обратились к городским властям в администрации Первого Уральска. Обещают помочь. Жителям дома, в котором произошел пожар, администрации городского округа Первого Уральска, как мера социальной поддержки, может быть предоставлено жилое помещение для временного проживания. Для чего гражданам необходимо обратиться в жилищный отдел с соответствующим заявлением. Еще один пожар произошел совсем рядом, в деревне Колота. Полностью сгорел частный дом площадью 140 квадратных метров. Его хозяин, 56-летний мужчина, погиб в огне. Было 6 единиц техники, 15 человек личного состава. В ходе разборки и проливки был обнаружен погибший. Причины пожара в деревне Колота сейчас выясняют дознаватели. Возможно, дом загорелся из-за неисправной печи. Алексей Вербицкий, Денис Хромцов. Новости. Первого Уральска.